О судьбе торгового городка, долгие годы находившегося в запущенном состоянии, говорилось много. И вот настало время, когда будущее объекта определено. По поручению губернатора региона этой осенью была создана рабочая группа на базе Министерства культуры и туризма Рязанской области, в которую вошли инспекция по охране объектов культурного наследия, Всероссийское общество охраны памятников архитектуры, администрация города Рязани. В рамках проекта мы предполагаем разработать мастер-план объекта, привлечь сюда резидентов, наполнить данную площадку новыми смыслами, а также восстановить благоустройство территории и восстановить либо создать коммуникации на площадке. Уже несколько лет группа добровольцев старается поддерживать порядок на территории торгового городка. С 2015 года рязанцы в свои выходные приезжают сюда и освобождают пространство от мусора и зарослей. Мы просто жители города, неравнодушные жители, которым очень важно, чтобы данное место действительно было наполнено каким-то смыслом. Мне бы хотелось, чтобы в первую очередь место сохранило свою аутентичную историю, было наполнено не рыночными торговыми павильонами, а именно какими-то научными, техническими, молодежными, творческими клубами. Однако некоторые виды работ без согласования с городскими службами могут быть опасными для здоровья и даже жизни. Планы коммуникации, находящиеся под землей, неизвестны рядовым рязанцам, и поэтому любые виды подобных земляных работ обязательно нужно тщательно продумывать. Как и многие другие действия, которые могут, хотя и из добрых побуждений, навредить в том числе и последующим трудам по реконструкции. Мы очень рады, что в нашем городе есть такие неравнодушные жители, которые готовы включаться в процесс. В настоящий момент мы узнали друг друга, мы готовы работать вместе, мы будем привлекать на все ключевые этапы разработки проекта, а также на производство определенных видов работ. Пока проект на этапе разработки, дирекция благоустройства города постоянно следит за чистотой на территории торгового городка. Впервые мы здесь появились в 2015-2016 году, когда территория была заросшая, проводились работы совместно с муниципальными предприятиями, с ресурсоснабжающими организациями. Работы проводились по окосу территории, по вырубке деревьев старых сухих, по вырубке боросли. Работы проводятся регулярно в весенние, осенние, летние периоды. Здесь мы и окашиваем, и вывозим очень много. Мусор был вывезен, я даже не могу сказать в каком объеме, но в огромном объеме. И работы мы проводим регулярно. Конечно, в настоящее время следить за порядком в торговом городке довольно сложно. Ежедневно мусор появляется от объектов торговли, которые находятся здесь. Но в планах развития устранить и эту проблему. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».